САСЫЛАНА ИНОКИНДИЕВНА СИВЦЕВА Доктор исторических наук, профессор Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, имеет более 80 работ, автор монографии «Якутия в годы Великой Отечественной войны, социальный демографический аспект, демографическая история Якутии, 1941-1945 годы, народонаселение Якутии, аспекты развития, научные интересы, краеведение, историческая демография, отличник профессионального образования Республики Саха-Якутия». Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня у нас лекция называется «Людские потери в Якутии в годы Великой Отечественной войны». Людские потери в годы Великой Отечественной войны – это такая проблема, которая лежит в плоскости такой науки, как демография. Демографией занимаются сейчас многие, интересуются ею, ввиду того, что в нашей стране назрел такой достаточно серьезный демографический кризис. Существуют различные варианты демографических потерь, размеров людских потерь в годы Великой Отечественной войны. Но сейчас историки остановились на вполне конкретной цифре в 27 миллионов человек. По Якутии людские потери для исследователя достаточно сложны. Здесь я вам хотела бы рассказать, на какие моменты демограф должен обратить внимание, какими материалами пользоваться для того, чтобы объективно судить об этих процессах. Население, как объект исследования в демографии, имеет свои законы развития, на которые человек в принципе не может даже как-то повлиять. И все вы знаете, что продолжительность жизни большая у женщин, нежели чем у мужчин, например. Из столетия в столетие всегда рождалось больше мальчиков, чем девочек. И на это тоже повлиять достаточно сложно. То есть население – это такой объект исследования достаточно сложный, специфичный. Демография, поэтому имеет свой специфический объект исследования, предмет исследования, методологию, имеет специфический язык даже. Например, рождаемость и смертность. Они, как правило, обозначаются цифрами, называемыми промилле. Промилле или же на тысячу человек. Это как бы плотность смертности, плотность рождаемости на число проживающих. Сейчас промилле в Якутии рождаемости составляет примерно 14 промилле. А смертности – 8 промилле. Если мы 14 минусуем 8, это получается 6 промилле. На 6 промилле у нас получается естественный прирост и рост населения республики. У нас естественный прирост продолжается, то есть численность населения Якутии растёт за счёт воспроизводства. Мы себя достаточно благоприятно чувствуем, значит, коль есть положительный естественный прирост. Во время Великой Отечественной войны в республике у нас смертность достигала более 40 промиллей. Это значит, если сейчас у нас 8 промиллей смертность, то в 5 раз выше была в республике смертность, чем сегодня. Вообще численность меняется вследствие двух компонентов. Это, как мы с вами сказали, уже естественный прирост или естественное движение. И второй компонент – это миграционное движение, отток, приток. Демографы считают, что самым точным источником по населению считаются переписи населения. Перепись населения – это как фотография, как портрет населения. В какой-то промежуток времени, в один день пытаются это заснять, потому что население постоянно движется. До войны были две переписи населения – 1937 и 1939 годов. Потому что в 1937 году, которая была перепись, Сталином была объявлена как сфальсифицированная врагами народа. Причина была в том, что статистики не смогли дать заведомо запланированную Сталином цифру. Цифра оказалась меньше, чем положено. В 1932-1933 годах была жесточайшая засуха, много миллионов людей пострадало в Поволжье, потеряли людей на Украине. Поэтому эти события привели к тому, что численность населения оказалась не такой, как следовало бы. И структура населения, состав населения были уже деформированы этими процессами в негативную сторону. Через год Сталин решил провести другую перепись населения, которая бы соответствовала его планам. Но вообще мы для чего это делали? Для того, чтобы показать всему миру о том, что социализм – это благо для населения. И мы должны были показать все преимущества выбора своего пути, развития социалистического пути. Рост населения должен был быть динамичный, с высокими темпами по сравнению с капиталистическим миром. Поэтому организуется следующая перепись. Она прошла в 1939 году. И вот эта перепись сейчас на данном этапе у нас исследователями считается действительно сфальсифицированной. Действительно. Потому как статистики хотели сохранить свои жизни. Они были уже учеными. И, конечно, хотели добиться такой большей цифры, нежели чем на самом деле. Поэтому они натягивали эти цифры, натягивали, приписывали по разным областям и регионам Советского Союза и так далее. Есть такие исследователи, историки, которые, в частности, допустим, Жеромская Валентина Борисовна и Супов Владимир Анатольевич, которые смогли заняться этой проблемой. И вот Валентине Борисовне, например, удалось подчистить, скорректировать эти материалы переписи от этих вбросов бюллетеней. Теперь мы, историки, говорим о том, что материалами переписи 1939 года можно пользоваться. По Якутии же ситуация была какая. В 1939 году она прошла достаточно спокойно по Якутии. Спокойно и этими цифрами можно пользоваться в дальнейшем, но с таким нюансом, что эта перепись была проведена в конце 1939 года. Однако проведённые через 20 лет уже после войны в 1959 году всесоюзная перепись населения уже запоздала. Очень большой разрыв оказался между этими переписями 1939 и 1959 годов. Многие исследователи сейчас говорят о том, что безвозвратно были утеряны время, возможности, и сейчас уже приблизиться конкретно точной объективной цифре людских потерь в годы Великой Отечественной войны просто невозможно. В стране было очень важно знать, сколько людей живёт, какого возраста, сколько ещё есть резервов людских для того, чтобы мобилизовать людей на боевой фронт, чтобы обложить налогами теми же. Но шла война, было очень важно знать, сколько людей проживает в том или ином регионе. Статистики работали. Мы подняли архивные данные, ранее они были засекреченными, подняли эти данные в московских архивах, когда статистики наши за подписью нашего руководства, якутского обкома партии, высылали свои отчёты по движению населения. Наши исследователи остановились на цифре. 62 тысячи человек было мобилизовано на боевой фронт из Якутии. Численность населения Якутии тогда составляла на 1 января 1941 года 419 тысяч человек. Это получается 14,9%. Это много или мало? Якутия была в глубоком тылу за тысячи километров от фронта. Поэтому я считаю, что 14,9% это большая цифра. Число мобилизованных на фронт по отношению к численности трудоспособного населения. По Советскому Союзу каждый второй трудоспособный был мобилизован на фронт, а по Якутской АССР у нас каждый третий был мобилизован на фронт. Или 34,1% от всего работающего населения. Общие безвозвратные потери могли составить более 31 тысячи воинов. Это более 50% всех мобилизованных. Что превышает средние показатели потерь советской армии? Это около 40,3%. Более 50% мобилизованных мы потеряли убитыми, попавшими в плен и без вести пропавшими. А по советской армии 40,3%, то есть меньше. Почему такая цифра у нас? Почему она такая большая? Половина мобилизованных мы потеряли. В 1941-1942 годах было мобилизовано 41 тысяча человек у нас. То есть 66% всех мобилизованных выпало как раз на начало войны, на 1941-1942 годы. В тылу фактически мы потеряли примерно такое же число населения, что и на фронте, на боевом фронте. В тылу возникла очень тяжелая продовольственная ситуация и массовая гибель людей. По поводу конкретно превышения смертности я взяла сравнительно благополучные годы 1937 и 1938 годы. Тогда ежегодно умирало 8 тысяч человек. Ежегодно 8 тысяч. Значит, наложила эту цифру на смертность в тылу в годы войны и получила превышение. Например, вы сами, наверное, знаете о том, что у нас голод и неурожай возник уже накануне войны, с 1939 года. А конкретно он длился с 1939 года по 1942 год. Наложение вот этой цифры 8 тысяч нормальной смертности, так сказать, ежегодной, выявило, что в 1941 году мы потеряли сверх 8 тысяч, например, 7 717 человек. В 1942 году 10 тысяч 770 человек. В 1943 году 8 тысяч 40 человек. В 1944 году 435. Голод-то начинался у нас с 1939 года, да, если взять вообще весь период, значит, неурожая, да, с 1939 по 1944, то получается, что умерла у нас от голодной смертью и заболеваниями, вызванных голодом, около 32 тысяч человек. По сельскому населению Якутии рождаемость упала, видно, с 40 промиллей до 18. Смертность составила по сельскому населению примерно с 20 промиллей, она поднялась до 52 промиллей. Отрицательный естественный прирост составил больше 30 промиллей. По городскому населению с 40 промиллей рождаемость падает до 15 промиллей. Смертность увеличивается с 20 до 35 промиллей. И отрицательный естественный прирост оказывается в районе 15 промиллей. По республике рождаемость у нас снизилась с 40 до 15. В 1942-1943 годах смертность повысилась с 20 до 45 промиллей. И естественный прирост оказался отрицательным, составляет он примерно минус 25 промиллей. Мы можем проследить также состояние смертности тылового населения Сибири, Урала, РСФСР и Якутии. Смертность в Якутии была настолько высока, что превысила почти в два раза показатели по Сибири, Уралу и РСФСР. Во время войны было создано достаточно много рабочих поселков. 12 рабочих поселков было создано. Они большей частью были ориентированы на добычу драгметаллов, золота, угля, рыбы. Стратегического значения были эти поселки. Численность проживающих в рабочих поселках и городах увеличивалась за годы войны на 13 600 человек. А сельское население сократилось очень сильно на 67 900 человек. Если говорить о мобилизации, выходит такая цифра, что в сельской местности мобилизовано было в разы даже, возможно, больше, нежели чем по городам и рабочим поселкам. Численность населения Якутии сократилась на 13%. Если сравнивать с потерями по Советскому Союзу, то она этим цифрам соответствует. По Советскому Союзу исчислено, что было потеряно от 12 до 13,5% населения. По Сибири сокращение численности населения составило 9,4%. Ну и, как мы с вами сказали, по Якутии 13%, то есть больше. По РСФСР было потеряно 21,1%. Тогда, как мы сказали, по Якутии 13%. По сельской местности мы потеряли значительно больше, 24,2%. Тогда, как по РСФСР, по сельской местности, 26,6%. Источники роста или оболи по Сибири, они по большей части зависели от миграции. Как мы с вами сказали, население Сибири сократилось на 9,4%. Но эти 9,4% это был фактически вклад миграции. По поводу Якутии, надо сказать, что здесь мы сказали с вами 13% случилось сокращение численности населения. А в абсолютном выражении это составило 54 300 человек. Из них отрицательный естественный прирост составил 13,9 тысячи человек. Миграционный отток 40 тысяч на 400 человек, родившиеся в 1941-1945 годах. Эти люди в 1959 году, когда состоялась перепись населения, они были тоже переписаны, эти люди, конечно, этих годов рождения. Их было очень мало, как вы понимаете. Во время войны рождаемость, естественно, очень сильно упала. И здесь можно сказать, что эта когорта и без того малочисленная потеряла в численности половину свою. В два раза она оказалась сокращена. По поводу последствий Великой Отечественной войны, по переписи 1959 года мы уже видим, что 15-летних мало. И мы видим здесь всю малочисленность этого поколения. И пирамида представлена фактически в виде ёлочки. В 1989 году эхо войны продолжается. И здесь мы видим, что в возрасте 45 лет и в возрасте около 15-20 лет тоже есть ямы. Демографические ямы это называются. Пирамида 2010 года тоже такая же. Здесь уже не по Советскому Союзу, а по России, Российской Федерации, а здесь по Якутии. Она тоже сохраняет свою конфигурацию не очень ровную, которая представлена провалами и демографическим эхом. Сейчас наше правительство выработало меры демографической политики с целью поддержки населения, с целью поддержки многодетности, рождений, для того, чтобы как-то скорректировать эту возрастно-половую структуру населения. В лучшую сторону разрабатываются конкретные меры социальной поддержки населения. И мы должны с вами помнить и чтить славную память наших предков. Мы должны нести историческую память, славную память о наших родных, близких. Каждая семья потеряла в этой войне своих родных, и мы должны защищать свою историю. Лекция подошла к концу. Пожалуйста, у кого есть вопросы? Высок был ли уровень смертности именно у якутского населения? Были такие у меня исчисления, вычисления. Я решила взять именно те улусы, районы, в которых якутское население составляло фактически 100%. Выявила эти улусы и посчитала смертность в этих улусах. Сопоставила со средними общереспубликанскими показателями смертности и пришла к заключению, что действительно представители якутской национальности, у них смертность была выше, чем средняя республиканская. В 1941 году промилля смертности составляла 44,4, тогда как по всей республике 37,7. В 1942 году по улусам с превалированием якутского населения 49 промиллей, тогда как средняя по республике составила 45,6. В 1943 году 47,5 промиллей смертность составила, а в общем республике 42 промилле. В 1944 году 33 промилле, а по республике 23,5. В 1945 году 22 промилле, а в общем по республике 17,5. А какая возрастная категория населения больше всего пострадала во время Великой Отечественной войны? По материалам переписи 59-го года, например, было выявлено, что годов рождения 20-го, 24-го, это им было тогда мужчинам от 17 до 21 года. Вот эта категория населения в сельской местности сократилась в 2,1 раза. В 1941 году им было по 22-26 лет. В 1959 году по переписи их когорта сократилась 2,6 раза. Тем, кто был в возрасте 27-31 года в 1941 году, их когорта в 1959 году сократилась в 3,4 раза. Тем, кто был в 1941 году в возрасте 32-36 лет, эта когорта была сокращена в 3,5 раза. Тем, кто в 1941 году был в возрасте 37-41 год, их когорта в 1959 году оказалась сокращена в 3,3 раза. Можно ли сказать, что был ли дефицит населения, рождаемости в Якутии во время Великой Отечественной войны? Как можно его определить? Мы здесь этот вопрос решаем тоже методом экстраполяции. Берём более благоприятный период времени и накладываем его на эти годы войны. И получаем цифру. В 1939-1940 годах в среднем ежегодно рождалось 17 383 человека. И в итоге за 5 лет, соответственно, эта цифра могла составить 86 915 человек. Но, однако, по факту, в годы войны родилось 51 384 человека. Вот разница между ними 86 915 и 51 384 выводит нам цифру в 35,5 тысяч человек. То есть, можно сказать, что дефицит рождений в Якутии в годы Великой Отечественной войны составил 35,5 тысячи человек. Можно ли рассчитать демографические последствия Великой Отечественной войны? Демографические последствия в Якутии в годы Великой Отечественной войны можно рассчитать разными способами. По возможному естественному приросту населения, каков он мог бы быть, если бы не война. И по динамике развития общества, динамике развития населения. Насколько, допустим, темпы роста были до войны, и каковы они могли быть в эти годы. Примерно такой же метод можно предпринять. И здесь конкретно если потери могут составить 48 600 человек. Если же по ежегодному приросту численности населения, а это значит, мы берём не только естественный прирост, но и иммиграционный прирост. До войны достаточно был он сильный прирост, потому как специалисты приезжали в Якутию, рабочие приезжали работать на добыче золота. Поэтому если такой взять, общий прирост населения, то получается, что если бы не было войны, численность жителей Якутии могла бы увеличиться примерно на треть. Можете рассказать, почему у нас в Якутии была такая высокая смертность по сравнению с Сибирьей? Если взять смертность по сельской местности, она была вообще чрезвычайно высока. Чрезвычайно высока, когда можно уже сказать о демографической катастрофе, о депопуляции населения. Даже природа сама встала на защиту населения. Знаете, каким способом? Число двойняшек и тройняшек увеличилось по сравнению с мирным периодом времени. В 1943 году природа нам помогла. Девочек родилось больше, чем мальчиков. Понимаете, вот такие шли ненормальные, чрезвычайные обстоятельства. Даже в демографическом плане были такие факты, которые говорят за то, что население вымирало. И здесь причины кроются в чём? Причины кроются в том, что накануне Великой Отечественной войны, в 1939 году началась вторая волна сплошной коллективизации и поселкования. И, естественно, колхозы не успели даже фактически организовать производство, что ли. Началась война. Скот невозможно было где-то даже собрать и содержать его невозможно было где-то. Ферм не было построено для скота. Скот умирал от холода. Здесь же не урожай идёт, засуха. Что касается якутского колхозника, то в Якутии мы знаем, какие природно-климатические условия. Огородничеством заниматься в то время было просто нереально сложно. А личные подсобные хозяйства фактически отсутствовали у крестьян. Поэтому якутское крестьянство оказалось в такой ситуации, без продуктов питания. Ну и как вы знаете, что хлеб распределяли только работающим вне сферы сельского хозяйства. Вот примерно вот такие вот тяжелейшие условия возникли в Якутии. В каком году восстановилась численность населения Якутии? Численность населения Якутии восстановилась примерно тогда же, как и по всему Советскому Союзу. Это у нас к концу 1954-1955 годов. Если говорить по сельскому населению Якутии, то сельское население Якутии восстановилось к 1967-1968 годам. То есть, получается, после войны, через 20 с лишним лет. Вот и подошла к концу наша лекция. Спасибо большое за возможность выступления в таком замечательном нашем историческом парке «Россия. Моя история». Спасибо всем слушателям, участникам разговора. И надеюсь, что было вам интересно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok